Самолет, на борту которого, были Евгений Пригожин и командир ЧВК Вагнер Дмитрий Уткин, упал в Тверской области. Частный самолет, разбился в районе села Куженкино Балаговского района Тверской области вечером 23 августа ровно через два месяца, после мятежа ЧВК Вагнера. Село, где разбился борт, находится в 50 километрах от резиденции Владимира Путина на Валдае. При крушении погибли 10 человек, из них трое члены экипажа. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация также начала расследование. По данным ведомства, самолет принадлежал ООО МНТ Аэро, специализирующегося на бизнес-перевозках. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что взял на личный контроль происшествия с крушением самолета. Самолет выполнял рейс Москва-Санкт-Петербург. Первые сообщения о катастрофе появились 23 августа около 19.20 по московскому времени, однако некоторые источники говорили, что крушение могло произойти еще в 18.20. По данным сервиса Flightradar, полет борта внезапно прервался, радары не могли засечь его. На месте крушения, бизнес-джета нашли телефон предпринимателя Пригожина, сообщила телекомпания Al Jazeera. По данным телеканала, о находке сообщил источник в ЧВК, Вагнер. А телеканал Царьград со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что тела мужчин предварительно опознали и среди них был Пригожин. Точную информацию о его кончине, а также смерти командира Вагнера Дмитрия Уткина. Невозможно проверить это все подтвердит или опровергнет экспертиза найденных тел. Пригожин мог находиться в другом самолете. Обычно бизнесмен летал на другом самолете с номером РА-02878. Вообще в целях конспирации бизнесмен часто всех запутывал. Он регистрировался на один борт, а в это время садился в другой самолет. Ярким примером такой конспирации стал инцидент 11 октября 2019 года, когда в Африке разбился грузовой военный самолет Ан-72. На борту находились 8 членов экипажа, среди которых сотрудники администрации президента республики Феликса Чисикеди. Позже появилась информация о том, что на разбившемся лайнере был Евгений Пригожин. В посольстве России в Киншасе подтвердили, что на борту находились два россиянина, но через несколько дней выяснилось, что Пригожин, которого журналисты называли погибшим в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго, жив. С начала спецоперации ЧВК «Вагнер» приняла в ней активное участие как добровольческая армия. Тем не менее они пользовались активной поддержкой государства, получали снаряды Минобороны, пусть и через медийные скандалы, и открыто вербовали новых бойцов. Все пошло буквально наперекосяк 23 июня, когда Пригожин обвинил Минобороны в обстреле лагерей «Вагнера», занял военный штаб в Ростове-на-Дону, а потом отправил часть наемников в марш на Москву, чтобы донести серьезность своих намерений. Ситуацию удалось разрешить до начала полномасштабного кровопролития. В переговорах активно участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который и предложил отправить бойцов «Вагнера» к нему, если они не хотят работать под началом российского Минобороны. Пригожин согласился и увел войска. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против бизнесмена прекратят. Западные эксперты активно комментируют вероятную гибель главы террористического ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Там считают, что к его вероятной ликвидации причастен Путин, который так и не смог простить восстание против путинского режима. Некоторые предполагают, что инцидент с падением самолета мог быть инсценировкой. Профессор Дэвид Льюис, эксперт по глобальной политике из Университета Экситера считает, что сбивание самолета является чем-то новым для России, однако полностью вписывается в деятельность режима Путина. Сбиение самолета необычно даже для России, но оно вписывается в стиль Путина, который имеет дело со своими оппонентами с помощью символических форм мести, даже через некоторое время после происшествия. Но это будет иметь политические последствия. Смерть Пригожина разозлит многих из солдат Вагнера, считает Дэвид Льюис. Филипп Шорт, журналист и автор книги, Путин его жизни времена подчеркнул, что вероятная смерть Пригожина для него не новость. Он поиронизировал, что по крайней мере, террорист не выпал с балкона. Приказал Путин, возможно. Но скорее всего он просто дал понять, что Пригожин не находится под его защитой. И не забывайте, что хоть это и маловероятно, нельзя исключать случайную авиакатастрофу. Я не даю этому высшую вероятность, но иногда самое невероятное объяснение оказывается верным, сказал он. Доктор Аллан Мендоза, основатель и исполнительный директор общества Генри Джексона, говорит, что он тоже не удивлен этой новостью. Пригожин причинил наибольший шок, за время правления Путина, возглавив мятеж против высшего военного руководства России. Путину нужно восстановить свою власть. Те, кто едет с Пригожиным, будут его соратниками, а не нейтралами их устранения действительно помогает Путину, поскольку уменьшает количество его военных. Короче говоря, это была слишком хорошая возможность для Путина, чтобы ею не воспользоваться, считает он. Военный аналитик Шон Белл считает, что смерть Пригожина могла быть инсценировкой, чтобы террорист мог спокойно жить в тени. Возможно, это была сфабрикованная история, чтобы Пригожин тихо ускользнул и жил где-то в изгнании, под париком и с определенной степенью конфиденциальности, сказал Шон Белл.